итак привет друзья сегодня у нас с вами будет такое небольшое видео сравнительное видео я бы даже сказал вот многие из вас спрашивают чем отличается катушка дайва ниндзя от дайвы ниндзя фидер в данном случае мы будем сравнивать две шеститысячные ниндзя то есть одна вот это обычная ниндзя вот на шпульке написано lt6000 немножко отсвечивает ну видно да вот на второй на шпульке написано дайва ниндзя фидер lt6000 ссс означает судя по всему супер шалл то есть супер мелкая шпуль очень мелкая да скажу сразу отличий немного обе разбирал обе обслуживал обе им делал того а чем они собственно отличаются где закопанном их отличия все первое это ручка ниндзя фидер ручка идет она более тяжелая она складная вот она на кнопке вот кнопочка работает таким вот образом хорошо ли плохо ли с одной стороны хорошо очень удобно быстро в транспортировочное положение ставить англичане также ловят на таких узких подставочках по типу вот подал либо колышки очень близко ставят вот они прямо на подставках обычно вот таким вот образом ставят удилище до момента поклевки это что касается флота и карпфишинга потому что удочки располагаются очень-очень близко друг другу почему так не знаю незнаком с рыболовной культуры великобритании но тем не менее фоточки такие в них видел вот на с одной стороны это удобно с другой стороны эта ручка более тяжелая и еще есть такая штука вот здесь вот кнопка сам механизм этой кнопки он имеет свойство немножечко разбалтываться вот как мы видим причем это не люфт главной пары это не люфт шестигранника это люфт вот в самой кнопки в самом механизме вот немножечко он такой есть но со временем он становится будет чуточку побольше в фидере в принципе это не критично это почти никак не ощущается но вот это есть это первое отличие да а второе отличие это собственно говоря шпуль сейчас посмотрим и вот здесь будет самое интересное что возможно многих побудит купить именно ниндзу фидер сейчас покажу что же здесь такое так и теперь смотрим вот гайки абсолютно идентичны по диаметру они абсолютно идентичны по высоте идентичны абсолютно взаимозаведяемы то есть шпуль с обычной ниндзи lt подходит на ниндзу фидер lt и наоборот но вот это более мелкая как мы видим здесь вот чуть побольше металла выбрана естественно так как она пошире побольше здесь естественно этого не сделано так как шпуль довольно глубокая фрикцион абсолютно идентичный а вот если мы ее перевернем то мы увидим что а мы видим клипсу и что здесь нас будет интересовать а вот следующий момент то есть в сейчас немножко так неудобно освечивают вот это обычная ниндзя у нее клипса как вот обычных лтшных катушках во всех она не подпружинена это просто пластик и вот леска которую мы заводим под клипсу она защелкивается каким образом это происходит сейчас то есть мы заводим под клипсу леску и она вот прям защелкивается слышны щелчки такие со шнурами эти клипсы работает абсолютно нормально то есть у меня есть и четверка и шестеркой вот они стоят на фидерах со шнурами работает абсолютно нормально леску вот эти клипсы немного жуют вот монофильную леску то есть если собрались ловить на флейте или может быть просто item ликет прям очень крупную рыбу или просто мужа нравится то вам ловить на леску по тем или иным причинам то вот монофильная леска она все-таки немножко жует а вот здесь в ниндзя фита а да вот это is a Лента эта наклеена владельцем для того, чтобы через дырки, через перфорацию саму просто не попадал в наш пуль, песок и прикормка. А вот здесь, как мы видим, клипса у нас уже идет подпружиненная. То есть здесь есть пружинка. Как бы так поиграться с нашим искусственным освещением. Ну, в общем, суть в том, что здесь есть пружина, и клипса имеет абсолютно такую же форму. Внешне выглядит абсолютно одинаково, но она еще и подпружиненная. И вот, судя по всему, вот она, то леску жевать и не будет. Потому как она имеет, ну, меняет свой... Вот, вот этот зазор под клипсой, он, естественно, меняется в зависимости от того, насколько толстая леска туда засунута. И вот, скорее всего, именно с монофильными лесками вот здесь вот проблем не будет. Со шнурами проблем нету и с вот этой клипсой. То есть вот этой штукой она явно выигрывает клипсу в шпуле обычной LTE-шки. LTE-фидер. Судя по всему, абсолютно то же самое и с моделями поменьше есть, как минимум 4000-ки тоже есть. Во всем остальном катушки абсолютно, абсолютно, повторяюсь, идентичны. Это означает, что мы, в принципе, если мы открутим ручки с одной и со второй, вот, и если мы снимем с них все-все раскрутим, то увидим, что вся остальная база катушек, включая ротор, они абсолютно идентичны и не отличаются вообще ничем. И да, друзья, еще такой момент. Вот, когда я снимал 6000-ую катушку, именно обычную, да, у Ninja LT, вот, собственно говоря, она и лежит, все при кормке. На монтаже случайно обрезал такой момент, что 6000-ки имеют вот здесь такую очень мощную кресовку ротора. А зачем эта штука нужна? Это нужно для того, чтобы сама шейка ротора вот здесь вот не разбалтывалась, и при больших нагрузках, если у нас, например, садится очень крупная рыба, или постоянные нагрузки идут в связи с использованием тяжелых кресов кормушек, то чтобы не произошло трещины, а потом проворота ротора вот здесь вот, в этом месте, здесь вот есть такая опрессовка вокруг. Сделана она из желтого сплапа, скорее всего, это латунь. Есть она во всех 6000-ках, независимо от того, написан на них фидер или нет. То есть и в обычной Ninja, и в Ninja Feeder вот эта вот штука есть. Ну и, собственно, внутри, конечно же, тоже внутрянка ничем не отличается, повторюсь. Обеим катушкам делал ТО. Вот справа у меня сейчас обычная Ninja LT6000, на которой я, кстати, снимал обзор, ссылка на который будет в описании, и там вот где-то сейчас сверху, в правом верхнем углу выскочит, можно перейти, посмотреть. И таким образом вы узнаете, что внутри 6000-ный LT Feeder. Ну а теперь к цене катушек. Катушка Ninja Feeder, она стоит немножко подороже. За что мы переплачиваем? Первое – это ручка, второе – это клипса. Вот если ручка, я бы точно сказал, что она не стоит того, чтобы за нее платить больше, то клипса вот здесь вот достаточно интересная, более чем интересная, я бы даже сказал. То есть, возможно, для кого актуальна ловля на монофильные лески, то вот рекомендую обратить на Ninja именно с приставочкой Feeder. Ну или же обратить внимание на шпули отдельно продающиеся с приставкой Feeder, наверняка они тоже есть. На этом все. Пока-пока. Если остались какие-то вопросы в комментариях, обязательно их задавайте. Не забывайте подписываться на канал. Ну и до встречи в новых видео.